Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешену. Аминь. Номер 13. Евангелие. Послание апостола Иоанна 1. 5 глава. 16-17 стихи. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Толкование блаженного Феофилакта. Сказав, что Бог исполняет прошения наши согласны с Его волей, апостол теперь ясно высказывает желание свое о том, чего бы мы не просили по воле Божией. И как он много, почти через все послание говорил о любви к брату, и о том, что Бог желает, чтобы мы соблюдали любовь к брату нелицемерно, то теперь одним из желаний Его и самым лучшим называет то, что когда кто видит брата своего согрешающего грехом не смертным, то пусть просит и даст ему. Что даст? Жизнь вечную. Кому? Согрешающему не к смерти. Вообще он разделяет грех так. Всякая неправда есть грех. И один грех к смерти, другой не к смерти. Но о грехе к смерти говорит. Пусть не просит, то есть не молится, ибо не будет услышан, потому что просит не на добро. Разумеет того, кто не показывает никакого обращения. Ибо грех к смерти тот и есть только, в котором не приносит раскаяния. Этим грехом недуговал Иуда и подвергся вечной смерти. Злопамятные также грешат к смерти. Притча 12, 26. Праведник указывает ближнему в своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Ибо те, кои помнят зло и не прекращают гнева на ближнего, не обращаются к покаянию, но согрешают непростительно. 1 Иоанна 5, глава 18, 21 стихи. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Толкование Феофилакта. Наставив нас тому, какой грех к смерти и какой не к смерти, затем обозначает, кто может грешить к смерти. И говорит, усыновленный Богом никогда не может болеть грехом ни к смерти, ни не к смерти. Ибо однажды, предав самого себя Христу, обитающему в нем через усыновление, он остается неприкосновенным для греха. Однако, чтобы кто-нибудь не подумал, что природа его притворяется и становится уже неуловимой для греха, прибавляет. Храните себя. То есть, если не будете хранить и беречь себя от лукавого, то без сомнения согрешите. Итак, он не по природе достигает безгрешности, но по великому дару Божию. Бог, усыновив нас, удостоил нас такой благодати, что мы, сохраняя и соблюдая поданный нам от него дар, можем и не грешить. В противном случае, так как мир, под миром, разумея тех, которые не поставили себя в отношении к Богу, положение сынов через правые дела, во зле лежит, ничто не воспрепятствовало бы нам пристать к погибающим. Потому что мысль человека от юности его усердно прилежит на зло. Бытие 8.21 Как Бог показал это при потопе. Но как пришел Сын Божий и дал нам разум познанию Его, истинного Бога, и пребыванию в Нем, истинном Сыне Его, Иисусе Христе, то через этот великий дар мы познали, что Он есть истинный Бог и жизнь вечная. И познав, пребываем неискушенными от лукавого и соблазнов Его. Так как апостол писал настоящее послание к совершенным верующим, то некоторые спрашивали... Слава Иисусу Христу! Будь Бог в помощь! Пишет проспор старшая сестра сегодня, просит благословения. То некоторые спрашивали, для чего Он заповедует им хранить Себя от идолов. Апостол писал это всей церкви, которая не вся наполнена была людьми избранными, а между ними иные были и с неправым расположением. Таким и дает Он заповедь эту, опасаясь за их слабость. Блаженный Феофилакт опустил здесь следующий седьмой стих. Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сие три суть едина. Причина этого, конечно, то, что у него был под руками такой текст Нового Завета, в котором нет этого стиха. Между тем, стих этот есть во многих других списках Нового Завета. Употреблялся святыми отцами и писателями церковными. Необходимо требуется в составе речи апостольской. Короче говоря, этот стих несомненно подлинный. Митрополит Макарий. Православные догматы. Богословие. Том 1. Страница 235-241. Санкт-Петербург. 1850. Второе послание апостола Иоанна. Глава 1. Стих 1-2. Старец избранной госпожей детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Толкование. Блаженна Феофилак. Некоторые думали, что настоящее послание, как и следующее за ним, принадлежит не Иоанну, возлюбленному ученику Господа, но другому лицу, ему соименному. Потому что в том и другом послании писатель называет сам себя пресвитером. И одно послание пишет к одной женщине, а другое к Гаею, снова к одному, что не подходит посланию, называемому соборным. Притом начало этого послания не такое, какое в первом послании. На этом мы скажем следующее. В первом послании он не сделал такого начала, какое здесь, потому что писал его не к определенному лицу или к церкви известного места, как сделал апостол Петр, определенно означив, что он пишет к иудеям, находящимся в рассеянии. И прежде него апостол Иаков, но обращался с речью ко всем вообще верным, собранным ли или находящимся в рассеянии. И потому опустил это начало. Здесь называет себя пресвитером, а не апостолом. Не рабом Иисуса Христа, как прочие апостолы. Не называет себя апостолом, быть может, потому что он не первый проповедовал Евангелие в Азии, но после Павла, и не проходом, как тот, но постоянно оставаясь там. Не назвал себя рабом Иисуса Христа, потому что при сильной своей любви надеялся быть вне страха рабства. Пресвитером же, старцем, только он соизволил назвать себя, или потому что писал эти послания уже в старости, или потому что именем пресвитера обозначил свое епископство, так как в то время имя пресвитера обыкновенно употреблялось и о епископах. Пишет к верной женщине, и этим нисколько не унижает себя, потому что во Христе Иисусе не имеет различия ни мужеский пол, ни женский. Галатам 3.28 Пишет к одному Гаю, по примеру апостола Павла, который пишет к Титу, к Тимофею и к частному лицу Филимону. Это о начале послания. Подлинность этих посланий обнаруживается из образа выражения и прочего строя речи. Ибо и здесь писатель часто повторяет свою речь, говоря одно и то же, об одном и том же, при малом к тому поводу, чтобы утвердить речь. О двух предметах просит апостол избранную ту, о том, чтобы она ходила в любви, и о том, чтобы отвращалась еретиков. Назвать ее избранной или по имени, или по любви к добродетели. Говорит, что любит ее по истине, и не только ее, но и всех единонравных ей, имеющих истину, утвержденную в самих себе. Говорит, что любит по истине, ибо можно любить притворно, одними устами, как сам он в первом послании. 3.18 Обличил некоторых верующих, но лицемерных, сказав, которые пребывают в нас, прибавил. И будет с нами вовек. К этому опять пересовокупил, что будет с нами благодать и милость, показывая, какие блага произрастают от совершенной любви. 2 Иоанна 1 глава 3 стих. «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Ибо один только Бог в собственном смысле есть Отец Сына. Посему и Павел говорит, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Ефесянам 3.15 «В истине и любви». Этими словами придает достоверность речи и указывает признак любви, о которой говорит «Мир, то есть мир истинный и твердый, а не по одному только виду». 2 Иоанна 1 глава 4-6 стих. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, входящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывай тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней». Толкование. «Поистине дело весьма радостное найти человека, непреткновенно идущего поприщем веры во Христа по Его заповеди. Какая же это заповедь? Та, о которой Христос говорит в Евангелии. «Кто любит Меня, тот соблюдет заповеди Мои». Иоанна 14, 23. «Отцом называть здесь Христа, потому что Он есть и Отец тех сыновей, которые по домостроительству даны Ему Отцом, как сказано. «Вот Я и дети, которых дал Мне Бог». Пророк Исаия, 8 глава, 18 стих. «Примечай и здесь подлинность настоящего послания. В этом случае оно согласно со сказанным в 1-м послании, 5 главе 2-3 стихи. «Знаем, что любящий Бога соблюдает заповеди Его, ибо поступать по заповедям – то же, что соблюдать их. Добродетели деятельны, и бытие имеют тогда, когда совершаются. Посему кто перестал ходить в добродетелях, тот и не хранит их. Ходящих сказано с мыслью указать на преуспеяние. «Ибо чем более кто действует в добродетели, тем далее уходит вперед, тем больше прибылетает навык доброум. Посему, думаю, сказано и сие, во что желают проникнуть ангелы» 1 Петра 1, 12. «Ибо благодорованные нам, вочеловечившимся словом, столь велики, что и ангелам желательно получить хотя некоторые понятия о них. Ибо так нужно понимать, проникнуть слово. Всякий благоразумный желает того, что не прекратится, но продолжится навсегда. И как неисчерпаемое нельзя всецело объять, то желательно, по крайней мере, насколько возможно, сделаться участником в нем. Не как новую заповедь, и объясняет о любви, что сущность ее заключается в хождении по ней. И заповедь о ней есть заповедь от начала, и дана не для чего иного, как для того, чтобы вы поступали по ней». 2 Иоанна 1, 7 стих. «Ибо многие обольстители вошли в мир, неисповедующий Иисуса Христа, пришедшего воплоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Толкование. «Заповедь о любви убеждает к единению, к тому, чтобы они не переходили к обольстителям, которые уже ходят по миру и отвергают пришествие Господа воплоти. Говоря о хождении по заповеди, данные от начала показывают, что мнение заблудившихся еретиков ново и убеждает верных держаться этой изначальной заповеди, а не увлекаться обманом еретиков. Ибо и Христос своим ученикам относительно обольстителей заповедал, «Многие придут под именем Моим, говоря, что это Я. Не ходите вслед их». Лука 21.8 «Итак, всем соблюдающим заповеди повелевает не обманываться, но почитать антихристом того, кто скажет это». В греческом тексте сказано, «Не исповедующий Иисуса Христа грядущего, а не пришедшего воплоти, из чего видно, что были некоторые, отвергавшие второе пришествие Христова». И сам Господь, когда говорит, что многие придут под именем Его, говорит не о первом Своем пришествии, а о втором. Впрочем, совершенно справедливо, что отвергающие второе пришествие не признают и первого. Ибо если Господь приходил уже воплоти, и обещал еще прийти, то очевидно, отвергающий второе пришествие отвергает и первое. Кто верует, что Господь приходил, тот с верой примет и обещание Его. А кто отвергает обещание, тому ничто не препятствует отрицать и первое пришествие. «По всему-то, полагаю, и выразился апостол грядущего, а не пришедшего, чтобы одним словом обнять отвергающих оба пришествия Господня». Для большей ясности перед этим нужно подразумевать, кто не исповедует сего, а потом уже читать, тот есть оболеститель и антихрист. Без этого добавления речь не полна. 2 Иоанна 1 глава 8-9 стихи. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». Толкование. «Заповедует тем, кому пишет, остерегаться людей, отвергающих оба пришествия Господня. Представляет и причину именно то, чтобы, приставши к ним, вам не потерять того, что вы сделали, но получить полную награду. Иной из такого рода людей, быть может, скажет, «Если я верую в пришествие Христова во плоти, то проведу жизнь в добрых делах, уже ли с этими делами не могу стать вместе с благочестивыми, уже ли не могу получить награды за свои дела?» Апостол вперед уничтожает такое возражение. Он говорит, «Кто отвергает пришествие Христа во плоти, тот пусть и не думает о получении полного воздаяния за дела, какое предлежит истинно верующим, не о причтении себя к совершенно благочестивым». «Напротив, всякий, приступающий заповедь Его, то есть Христа, пришедшего во плоти и не пребывающий в учении Его, не имеет Бога. Ибо если на того, кто пришел научить людей совершенному богопознанию, смотрит пренебрежением, то как может быть еще благочестивым, когда презирает самого Учителя?» «Нет, такой человек безбожник, равно как тот, кто тверд в учении Христовом. Есть Божий и Боголюбезен и имеет в себе всю полноту Божества, то есть Отца и Сына и Святого Духа. Ибо Христос учит об Отце, когда говорит «Все, что имеет Отец, есть Мое». Евангелие Таана, 16-15. «Во многих местах учит о себе Самом и об Отце, что один Отец, а другой Сын, учит о Духе, когда говорит «Дух Святой, который от Отца исходит». Евангелие Таана, 15-26. «Еще яснее, когда говорит «Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Матфея, 28-19. «Если ученик Господа сказал здесь только об Отце и Сыне, а о Духе и Святом умолчал, то этим нисколько не соблазняйся, ибо здесь и следовало сказать только об этом, то есть об Отце и Сыне. Пребывает в учении Христовом, то есть в Евангельском, тот, кто мыслит в соответствии с Ним, учит, действует, соображает с Ним всю жизнь, внутреннюю и внешнюю, а кто удаляется от Него, тот безбожник, ибо как тот, кто живет в точности по всему учению, усвояет себя Богу, подобно Аврааму, который посему и услышал от Него, я Бог твой, в бытии 17.1. Так тот, кто живет не по заповеди евангельской, живет без Бога, потому что сам удалил себя от Бога. Но тогда, как сей, то есть отчуждавшееся божественного учения, живет без Бога, пребывающий в этом учении имеет и отца и сына, об этом и сын сказал, мы придем к нему и обитель у него сотворим, то есть вместе с отцом, Евангелие Теана, 14.23. Ибо через соблюдение заповедей он сделал себя храмом и жилищем Божиим, и Бог вселился в него. Слова иметь Бога употребляются в двояком смысле. Говорится, что и все твари имеют Бога. Как апостол Павел выразился, мы им живем и движемся и существуем. Деяние 17.28. Так говорится в отношении к бытию. Опять, когда кто служит Богу добродетелями, говорится, что он имеет Бога. В этом значении называется Бог Богом Авраама, Исаака и вообще боголюбезных евреев. К сказанному теперь надобно представить, кто имеет сына, тот имеет и отца. Ибо видевши сына, как сам он сказал, видел и отца. Он же сказал, я в отце и отец во мне. Евангелие Теана, 14 глава, 9-10 стихи. Поэтому и отсюда познается единосущие отца и сына. А если кто скажет, в таком случае, тот, кто принимает учеников, имеет отца и сына, потому что сказано, принимающий вас принимает меня, а принимающий меня принимает пославшего меня, Матфея 10-40. Такой пусть и знает, что он говорит худо и понимает неправильно, ибо это сказано об учении, ибо добровольно принял апостолов и учения их. То через них принял учителями и отца и сына. И иначе, пребывающий в учении имеет и отца и сына, и апостолы пребывали в учении, потому что и проповедовали его. Посему принявший их храмы божии, через самое принятие их имеет пребывающего в них сына и отца. 2 Иоанна 1 глава 10-13 стихи Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь. Толкование. Тех, кому пишет послание, апостол предостерегает, чтобы они, приходящего к ним без исповедания учения Христова, не только не принимали под кровь свой, но и не удостаивали приветствия, потому что приветствие от нас должно быть делаемо только тем, кой единонаравны и единоверны, с нами. Ибо кому мы должны молить благополучие, как они единонаравны и единоверны с нами. Если же будем приветствовать нечестивых, то прилично только в отношении к единонаравны и единоверны, то эти показывают, что мы в общении с ним, и что они уже увлекли на свое нечестие. Причины, почему настоящее и следующее за ним послание изложены кратко. Апостол поставляет то, что надеется прийти сам и при личном свидании восполнить недостающее. Некоторые на основании этих слов думают утверждать, что послание сие писано не к женщине, а к церкви. С тем, кто так думает, я нисколько не спорю. Третье послание апостола Иоанна, первая глава, первые-вторые стихи. Старец возлюбленному Гайю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Толкование. Поистине любит тот, кто любит по Господе. Апостол пишет это послание с целью воздать похвалу некоторым братьям. Пишет к Гайю, о котором свидетельствует, что он принимает много странников и зато воздает ему великую похвалу. Ибо кто делает добро, тот говорит от Бога. Стих 11. Еще более поощряет его тем, что не одобряет диатрефа, который не хочет так поступать. Хвалит Димитрия, который поступает так же, как Гайей, и дает верное свидетельство о его добродетеле. Как преуспевает душа твоя, а преуспевает она в жизни по Евангелию. 3 Иоанна, 1 глава, 3 стих. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Толкование. В истине ходит тот, кто ходит по простоте евангельской. Под словом ходить нужно нужно разуметь не передвижение стоп, ибо такое переступательное с места на место движение свойственно всякому животному, имеющему ноги, но стройное целомудренное приспияние в душевных стремлениях, которого достигают немногие из тех, которые имеют разум. 3 Иоанна, 1 глава, 4-9 стихи. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты, как верный, поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали предцерковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога, ибо они ради имени его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диотреф не принимает нас. Толкование. Принимать употреблено вместо занимать, захватывать. Этим апостол научает нас не выжидать прихода к нам нуждающихся, но самим бежать к ним навстречу и упрашивать их к себе, как поступали Авраам и Лот. Бытие 18 глава 2-й 3-й стих, 19 глава 1-й 2-й стихи. 3-я Иоанна 1-й 10. 2-й «Посему «Посему если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Толкование. «Если запрещено воздавать злом за зло», римлянам 12-7, то как объяснить настоящую угрозу апостолов? Отвечаем. Заповедь говорит о невоздаянии злом за зло тому, кто грешит против нас А когда грех против нас причиняет вреды вере, то совершающего такой грех должно наказывать Как и Павел навел зло на Елиму, совращавшего с путей Господних Деяние 13 глава 8-11 стихи 3 Иоанна 1-11 Возлюбленный, не подражай злу, но добру Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога Толкование Так как нет ничего общего у света с тьмой, никакого согласия между Христом и Велиаром 2 Коринфянам 6 глава 14-15 стихи То просвещенный познанием Христа не должен через подражание нечестивым сливаться с тьмой То есть с гнусными делами их Ибо как тот, кто делает добро от Бога и усовершил мысленное око свое светом познание его Почему весь стал светом, видит истинный свет Бога И бывает для других светилом в мире, содержащим слово жизни Филиппийцам 2-16 Так и тот, кто делает злое, ходя во тьме Не сам не может видеть Бога То есть делать угодное Богу Не для других быть руководителем Но ненавистен и отвратительен для всех 3 Иоанна 1 глава 12-15 стихи А Димитрии засвидетельствовало всеми и самою истинную Свидетельствуем также и мы И вы знаете, что свидетельство наша истина Много имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью А надеюсь скоро увидеть тебя И поговорить устами к устам Мир тебе Приветствую тебя, друзья Приветствую друзей поименно Аминь Макование Всеми, то есть имеющему истину И самой истиной, то есть на словах и на деле Ибо хотя добродетели иных и свидетельствуют Но свидетельство оказывается ложным Потому что словам не соответствует действительность Если же кто под всеми по обширности значения слова весь Будет разуметь верных и неверных То и его понимание не несправедливо Ибо апостол Павел заповедует всем верным Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией Так как и я угождаю всем во всем 1 Коринфянам 10 глава 32-33 стихи Все Сколько будут получать? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!